Здарова, народ! Какие дела? Продолжаем проходить мод под названием Пространственная аномалия, и это вторая серия. Погнали! Топливо для генератора. Блин, надо же ещё топливо найти. Вон какое-то местечко у нас имеется. Раз. Ф5. Э! Открывай! Paysets, как же ты забирайся по-добильному. Давайте сюда залезем. Что такое? Нет, туда нельзя. Хотя было бы клево. Я умираю? А, фу, внизу это стамина. Я думал, я умираю. Какая башня клевая. Ого! Ничего себе! Что это такое? А, это валуны. Сейчас бричка радиация меня задолбит. О, катушку какую-то нашёл. Пригодится. Ой-ой-ой. Нашёл. Тяник. Продеваться лупит. Умираю. Быстрее. Быстрее. Ничего нету. Нормально. Жить будем. Здесь ничего. А вот в Туфине интересно, а есть что-нибудь? Так. Хопа. Не, ни хера. А, ну, ну, блядь. Сука. Фа-9. Решётка заржавела. О, решётка закрыта. Нужен ключ. А ключа у нас, как известно, нет. Бать лупит. Чё-то было, чё-то было. Сука. Радиация. О, нашёл. Нашёл и СВД-шные патроны. И давай уазик сразу. Ого. А это не тайник? Ну, просто нычка, но тайником не сделано. Прикольно, прикольно. Приготовьте еду на костре. Сырое мясо кабана. А чё я нажать не должен? А чё я должен сделать? У меня получилось, нет? Радиационное облучение плюс 202. Не, у меня не получилось. Или получилось. Ни хрена не понял. Было сырое мясо. Сейчас не сырое, но всё равно радиоактивное. Видимо, у меня ничего не вышло. Ого. Ничего. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вот это я нашёл нычечку. Шо ци за погреб, пацаны? Вот это да. Чё, нам, наверное, мясо ещё надо? Да? Нет? О, кто-то плоть обронил. О, кстати, чё вспомнил. Мне ж ещё артефакт нужен. Я так умру. Пожалуйста. Спасибо. Но радиация меня убивает, по ощущениям, да? Где артефакты мне искать? Опа. Поймал? Выверт. Есть. Тот самый. Блин, нужно было антирад не жрать. Сейчас бы повесил и всё. Зараза. Е-бой. Нормально, да? Аптечку придётся схавать. Дуболом. Ну что это там зверь? Принёс кусок кабанятины? А-а-а. Ну что там зверь? Принёс кусок кабанятины жареной мне? Пока нет. А-а-а. Нам кабан. Именно кабан. Кабан нужен. Ну что там зверь? Как тут поиски артефакта? Он уже у тебя? Да, он у меня. Так это же отлично. Нужно будет забыть о антирадах, а то у меня их недели две как нет. Артефакт отлично их заменит. Давай его сюда. Вот, держись свой артефакт. А это тебе за то, что выполнил мою просьбу. Я очень тебе благодарен. Получен предмет. Цепень. Я надеюсь не бычий. Обращайся. Я буду рад помочь. Что за хуйня? Цепень. Радиация плюс один. Электрозащита плюс шесть. На кой лет он мне сдался? Свобода. Кувалда. Канистру я нашёл. Это не может не радовать. Так хоть без света не останемся. Давай я сюда заправлю дженератор. Вот, держи канистру. Спасибо, наёмник. Значит, ты помог нам всем. Ладно, как я обещал, держи два бинта и аптечку. Тебе они больше пригодятся. Не стоит благодарить за это. Мы все это вообще дело, пацаны. Привет, зверь. С чем пришёл? Да, патрон у меня. Держи, братан. Отлично. Я думал, ты не сможешь отыскать их здесь. А тут. Молодец, зверь. Что там насчёт награды? Вот, как я обещал. Три рубля и пять на сорок пять. Ну, хорошо. Пойду я. Я инструменты кое-какие нашёл. Держи. Для грубой работы. Тебе удалось отыскать инструменты для грубой работы? Они, конечно, вряд ли подойдут для работы, в которых нужна тонкость. Но всё же очень меня выручат. Большое спасибо, наёмник. Я тебе за это стоимость на ремонт и улучшение скину. Идёт? Договорились. Бывай. Пождите. А вот эту хуйню. Мозок медной проволоки. Не, не хотим. Алё. Чё ремонт стоит нашего комбеза? Три рубля. Пошёл ты нахуй. До встречи. Это какой-то лабиринт. Вот только без выхода. Ну, наверное, да. Чё мне надо? Кабанятину полупить, да? Я надеюсь, кабанчики у нас тут заресались. Ф5. Жопу. Срезал. Опа. Срезал. Опа. Срезал. Шо, всё? Нет. Бам! Срезал. Чё-то как-то херово я наготовил, что у меня тут мясо вот это с радиацией получилось. Ну, давай ещё разок. Кабана? Кабана. Ага. С радиацией? Да чё-то у меня явно не получается, с радиацией. Да, опять. Та, блядь. Та шо такое, сука? А, у меня есть личный ящик. Подождите. Давайте это всё барахло сюда скинем. Чё-то говно таскаю на перевесе. Во. Дуболом. Во, да, во, держи. Так, приготовил ты его правильно. Как раз то, что нужно. Мясо такой прожарки можно есть. Шанс отравиться минимальный. А то, что оно радиоактивное. Ты шо, дядь, ебанулся? Спасибо за ценный совет. Буду знать. Да и мясо здесь намного проще раздобыть. В отличие от другой еды. Не за что, наёмник. Надеюсь, что ты запомнил, как именно надо готовить мясо. Это важный момент. Запомнил. Не переживай. Ладно, пойду я. Хуйня какая-то. Давайте остальное доготовим. Я понял. Здесь нельзя готовить. Давайте сразу остальное поготовим. Отлично. Теперь у нас будет бешеный запас мяса. Законченные дела. Поговорит Люто. Нужна твоя помощь в одном деле. Был у нас сталкер один. Мы его падальщиком прозвали. Да вот пропал два дня назад. Но не хочу я думать, что он попросту помер. Что ещё за падальщик? Да если бы не он зверь, нас бы не было уже давно. Он прочесывал местность и собирал с трупов в округе всё, чем те богаты были. А два дня назад он ушёл и так и не вернулся. Услышал какой-то сигнал недалеко от базы. Пошёл проверить и не вернулся назад. Я на его поиски ребят отправлял. Резака и москита. Но они не нашли его. Но взамен нашли тебя. Я до сих пор одного понять не могу. Как же всё-таки ты выжил? Ведь всего за десяток метров слепые псы обитают. Понятия не имею, но всё же я жив. А это главное. Ладно, прочешу местность. Можете найду тогда что-то. Буду очень благодарен. Мало кто сможет заменить падальщик. Ему так много удавалось собрать за день. Сейчас мы половины того не находим. Если найду что-то, сообщу тебе. Прочесать местность. И где ж мне местность-то прочесать-то надо, а? Не прочесывается. А здесь был телепорт. Чё-то он так загудел тут внезапно. В поиске обыскать труп падальщика. Пошёл ты, козел. А, во, падальщик. Бандит. КПК-падальщик. КПК-сталкер с кличкой падальщик. Исправен и не заблокирован. Для открытия КПК нажмите использовать. Придурки сталкернутые. Ну-ка. Твою ж мать. Я уже шестой день, мля, торчу в этой аномалии. Спасает меня сталкерня, что попадает в аномалию. Валю всех без разбору. Приличный хабар уже собрал. А продать? Нужно срочно барюгу искать. Или выход из этой шняги. Нужно пройтись и осмотреться. Вдруг чё-то интересное найду. 12 число. Ого. То, чё искал, прям подошёл к сараю. А там сталкерня. Валить их не стал. Много слишком там фраеров. Сказал, что вольник я. Если бы они знали, кто я на самом деле. Поживу с ними пока хабаром своим поделюсь. Войду в доверие. А там посмотрим, чё делать с ними. Да они чё, чё надо. В общем, ужился я с этими фраерами. Но вот лёд этот меня бесит сильно. Из последних сил держусь, чтобы не шмальнуть в него разок-другой. Ну и ладно, пусть пока живёт себе. Самый чёткий хабар, который я с тех жмуров снимал, я припрятал. Давно у меня не было такого добра. Похвастаться нет кому. Обидно даже. Ну ладно, пойду-ка я ещё раз тайничок проверю. На месте ли всё. Дешифратор. Да, изменила меня эта аномалия всё-таки. Уже и забыл, как это быть бандитом. Одно радует. Стрелять хорошо научился. Ну и ладно. В общем, завалил трёх фраеров сегодня. Два наёмника и учёные. В вещах яйцеголового была хрень какая-то. Просмотрев документы, я узнал, что это дешифратор. И что с помощью этой херни можно отсюда выбраться. Ну как? Заныкаю я пока его. А пока поизучаю лучше документы эти. Поиски. Обсудить прочитанные с лютым. Падочек много чего натворил перед смертью. Нужно обсудить это с лютым. Да это как бы очень здорово. А тут речь про тайничок шла. Давайте сохранимся на всякий случай. У него, я так понимаю, тут жир. Тайничок. Хабар. Нихера. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Мне сюда совсем не надо. Прям совсем. Да, не было там этого телепорта. Вон он сейчас. Мутанты по нему бегают. Хоба. Я надеюсь, они же не могут. Ещё как прыгнут. Так, в ту сторону иду. Тепает. Сразу. О! Так вот он. Да? Да! Лол. Я думал, где-то будет по кустам смыканный. Контейнер взорвать можно? Металлический контейнер. Я сейчас сегодня воспользовался как личный ящик. Имеет сложный замок. Закрыт на ключ. Привет, зверь. Вот, ты уже уселся. Привет, зверь. Ты по какому делу ко мне? Я нашёл падальщика. Он мёртв. Как мёртв? Где ты нашёл его, зверь? За забором. Он, видимо, перешёл через телепорт на севере. Я так его и нашёл. Да, жаль его. Толковым сталкером был. Столько раз нас выручал. Не таким уж и толковым был падальщик. Кстати, я забыл ещё кое-что сказать. При нём был КПК. Ты о чём, зверь? О КПК выброси. В нём, наверное, нет ничего интересного. Как раз наоборот. Там есть довольно-таки интересные записи. Да? И о чём ты узнал из КПК падальщика? Три варианта у нас. Давайте с третьего. Сталкеры, которые обыскувал падальщик, не были мёртвы до этого. Он сам убивал их. Ты серьёзно? Вот гадина. Узнай я это раньше. В порошок бы стёр его. Ну и слава богу, что он подох. Так и надо ему. Да, скользкий тип оказался, но теперь он мёртв. Эх, вот сволочь. А я ему доверял ещё. Спасибо, что открыл мне глаза. Что-то ещё было в КПК этой паскуды? Падальщик не отдавал вам все самые ценные трофеи. Он куда-то прятал. А вот куда, я не знаю. Хм, ну это, конечно, его дело. Я и так рад, что он нам хоть как-то помочь пытался. Если найдёшь его тайник, тащи на базу. По мозгу им, что с ним делать? Ему-то он без надобности уже. Я уже нашёл его тайник. Да? Молодец, зверь. Что же ты там нашёл? Патроны, аптечки, самое главное, контейнер. Он закрыт на ключ. Ключа в тайнике не было. Ага, давай сюда этот контейнер. Я отнесу его к шурупу. Может, у него получится вскрыть его без ключа. Вот, держи. Я позову тебя, как только шуруп его вскроет. Что ещё в КПК было? Там есть запись о том, что он нашёл какой-то дешифратор, который способен вывести из аномалии. Но он не указал, куда его спрятал. Да, редкой сволочи падочек оказался. Постарайся найти этот дешифратор. Думаю, что сейчас это то, что нам нужно. Не беспокойся, я и сам хочу отыскать его. Отлично, зверь. Как только будет новая информация о дешифраторе, приходи и поговорим. Что-то ещё было в КПК падальщика? Нет, это всё. Вот, возьми его КПК, в нём более подробно всё описывается. Да, много нового падальщики узнать довелось. Ладно. Тебя тут оболом искал. И вояка наш говорил, что у него к тебе разговор. Иди поговори с ними. Дай мне побыть одному. Хорошо, пойду поговорю с ними. Новое дополнительное задание. Поговорить с военным. А где вояка? Подождите. Ты чё тут уселся, радист? Сержант Олейник. Здорово, наёмник. Вот потихоньку прихожу в себя. Решил в подвал перебраться, чтобы остальным глазами не мозолить своим видом. Думаю, что для всех так лучше будет. Да и мне в том числе. Ну, это относительно хорошие вести. Мне тут Лютый передал, что ты хотел со мной поговорить. Это так? Да, наёмник. Есть к тебе очень деликатное дело. Если коротко, радиопердатчик, что валялся в этом подвале, вполне можно починить. Мне ранее уже приходилось иметь дело с потомными устройствами. Главная его поломка – это убитый аккумулятор. Ну и несколько перегоревших контактов. Мне бы пару мотков, медной проволоки и новый аккумулятор. Думаю, тогда бы я смог вдохнуть в него жизнь. Это здорово нас уручило бы, ведь с помощью подобного устройства можно попытаться отправить сигнал за границей этой аномалии проклятой. Может кто-то из услышавших сигнал поможет нам выбраться отсюда. Идея-то хорошая, но где я тебе здесь аккумулятор достану? Да ещё и рабочий. Я просто перебираю варианты, наёмник. Я понимаю, что нужно большое везение, чтобы найти в этих местах аккумулятор. Жаль, что с везением у нас не сложилось, раз застряли здесь. Медную проволоку, думаю, здесь найти шансов больше. Мне два мотка хватит, но всё же, без аккумулятора у нас ничего не получится. В общем, если выйдет отыскать проволоку или аккумулятор, то тащи всё ко мне. Задачил ты меня, конечно. Ладно, если найду что-то из этого, то притащу тебе. Вот кому проволока медная нужна, одна штука есть. Где же, блядь, аккумулятор-то найти, а? И с дуболомом поговорить. Дуболом, здорово, зверь, я слышал, что ты падочка нашёл, не ожидал я, что он на самом деле такой сволочек кажется. Ну ладно, у меня к тебе есть очень серьёзный разговор. Давай, выкладывай, внимательно тебя слушаю. Дело довольно серьёзное. Пару дней назад я видел недалеко от базы химеру. Так как я был один, да и патронов у меня почти не было, то я не стал под ней стрелять. Хорошо ещё, что она меня не заметила. Тварь опасная и выследить её сложно. Да и представь только, что будет, если она ночью в наш лагерь изобретёт. И что ты предлагаешь? Короче, нужно её убить. Сделать это безопаснее всего ночью. Когда тварь приходит на ночлег в северный бункер, вдвоём со спящей тварью мы быстро справимся. Она и понятнее чего не успеет. Ну как тебе такой план? Есть вопросы? А почему мы пойдём туда только вдвоём, не безопаснее, а может ещё кого-то с собой взять? Достаточное количество патронов только у нас двоих. У остальных запас патронов кот наплакал. Да не боись, я до этого уже имел дело с этими тварями. Вдвоём справимся. Ладно, вопросов больше нет. Ну тогда подходи ко мне часа в два ночи, Химера только по ночам в бункер приходит. Понял, ночью поговорим ещё с тобой. Не дождаться ночи. Ну чё, давайте квест выполним, чё не то. Я насчёт контейнера падальщика. Я открыл его, оказалось, что там довольно много вещей, там даже кое-какие инструменты были. Так что теперь я смогу делать более сложные апгрейды, но сейчас не об этом. Как я написал тебе ранее, часть этого снаряжения ты можешь забрать себе, а остальное распределим между другими ребятами. Ну тогда показывай, что там внутри. Так, давай начнём, пожалуй, с оптики. Очень полезная вещь, не знаю. Не надо мне, пока оптика. Давай дальше. Понял тебя. Так, дальше у нас тут неплохой пистолет. FN, хоть и не моделирован, тоже мне маху не нужен. Так, дальше у нас тут две пачки армитских патронов. 5,45, 39. Бронебойные. Ну, как бы есть. Давай дальше, что у нас там ещё есть. Дальше у нас тут артефакт. Чёрный ангел, довольно неплохой, между прочим. Даю довольно сильное пси сопротивление, берёшь? Да, возьму. Вот, держи артефакт, больше в тайнике особо ничего не было, только медикаменты и патроны. Их я дам лютому. А он распределит это всё между группой. Хорошо, бывай шуруп. Ну, не знаю. Что за чёрный ангел? А, нихуя себе восстановление сил плюс 6. Нормально. Ого. Хорошо, я выбрал, я вам скажу. Наполни канистру. Конечно, без проблем. Давай флягу. На тебе флягу. Я готов к охоте на химеру. Тогда отправляемся. Рванули. Ебал, у меня стамина плюс 6. Вот это я выбрал артепакт. Слушайте, а вот, а если я уберу прицел, как вам будет такое? Вам так скажите, некрасивее ли? Может без прицела играть? Слушайте, наверное, да. Давайте попробуем. Во-первых, он не мозолит глаз лишний раз. А, рифмы до панча, да? А во-вторых, так как-то прикольнее играть, как-то так атмосферней. Давайте поиграем. Напасть нужно неожиданно. Не дай ей покинуть бункер, иначе беда. Если она все-таки выберется наружу, я поддержу огнем. Вперед. Есть у меня один план. Блядь. Серьезно? Я победил. Как быстро попасть на базу? Смотрите, проверяйте. Наебал. И в ту сторону мне надо было бежать. Опа. Смотрите. Не, план оказался говной. Полнейший. Дуболом. Все. Теперь в случае чего не нужно бояться, что Химера неожиданно забредет к нам на базу. Спасибо, что подсобил. Заходи за флегой с водой. Я очистил воду. Спасибо, змей, красава. Да ладно тебе. Для всех старались ведь. Да я спокойнее спать буду. Кстати, пока я не забыл. Маркус спросил передать, чтобы ты подошел к нему. Как у тебя появится свободная минутка, конечно. Ладно, пойду с ним поговорю. Бывай. Что за хуйня? Нужно детективные осадки. Скажешь, дать открытие. Чего, блядь? А, кафляжку дай. Мою по-братски. Спасибо. Маркус. Приветствую, зверь. Я заметил, что и сыщик себя неплохой. Химеру с дуболомом высадил. Падающика сумел найти. Более того, о всех его грязных делах нам поведал. Чему ты клонишь? Здравствуй, наемник. Спасибо, что пытаешься помочь Гру. Да, конечно, попизди, блядь. Уже с тобой пиздим полчаса, а ты начал говорить. Помощь твоя нужная. Еще до лютого у нас был другой старший. Кличка у него была Гильза. Хороший мужик был, но пропал. И как давно он пропал? Чуть больше месяца назад. Конечно, глупо верить, что он жив, но я словил сигнал его КПК несколько дней назад возле заброшенного убежища. Однако, через секунду сигнал пропал. Я обшарил весь тот подвал, но так ничего и не нашел. Может быть, он, как и падальщик, по телепортам перемещается. Выход ищет или выбраться не может. Попробуй разыскать его, зверь. Хм, думаешь, что он смог продержаться столько времени в одиночку? Всякое может быть. Мужиком он был крепким, экзоскелет и ПКМ при себе имел. Да и еды и патронов на момент его пропажи было у него достаточно. Гильза хорошо справлялся с обязанностями главы. Ему удалось сгруппировать нас вместе. А у нас ведь тут сталкеры всех мастей. Ладно, попробуй найти этого Гильза. Может и получится что-то из этого. Что-то проспавнился прямо сейчас, нет? Нужно осмотреть подвал, о котором говорил Маркус. Может и найду что-то полезное. Ой-ой-ой. Я умираю. Так, давайте поспим, чтобы не бродить по ночам. Давай на этом остановимся. Ставь свой радиоактивный лукас. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал. Комментируй. Удачной охоты. Сталкер.